так ну вот приехали что такое диаграмма варанова после у нас в прошлый раз у нас была триангуляции Делане мы обсуждали как она строится как она используется немножко про ЕМОД говорили вот я помню что я должен рассказать про доказательства одного факта почему в ЕМОДе МСТ точнее почему минимально основное дерево на плоскости будет содержать только ребра триангуляции Делане вот этот факт честно говоря сегодня будет не полностью доказан потому что он будет ссылаться на эквивалентность диаграммы варанова и триангуляции Делане но ну а эту часть мы оставим без экзастра так вот что такое диаграмма варанова если у нас есть на плоскости некоторые множества s точек p1 p2 и далее p3 pn диаграмма варанова называется разбиение этой плоскости на геометрические места точек v1 v2 и так далее vn в каждом из которых p это это ближайшая точка вот например на картинке если взять вот некоторые многоугольника вокруг вот этой вот точки точки жирненькие это те точки исходного множества p это все точки этого многоугольника которые вот например к этому к этой точке относятся это точки которые ближе к которым ближайший будет являться именно эта точка то что находится на границе это те точки которые будут равно удалены от некоторых двух в данном случае от вот этой и этой вот если имеется две какие-то точки да то множество точек более близких по этому нежели к пожитому это полуплоскость который разделяет середины перпендикулярно к этому поэтому пожитым поэтому если взять эту полуплоскость и посмотреть на все такие пары точек пэйт и пожитые зафиксировать одно пэйт и начинать смотреть на все середины перпендикулярно между пэйтом и остальными пожитыми вот в том числе дальних да но они менее интересны почему потому что середины перпендикулярно находится далеко от этих точек и если взять пересечение этих полуплоскостей то получится многоугольник для которого скорее всего ближние середины перпендикуляра останутся вот что интересно что пересечением так как полуплоскость каждая полуплоскость является выпуклым множеством пересечение выпуклых множеств это выпуклое множество вот но это следует из определения выпуклых множеств что если мы берем две точки и весь отрезок принадлежит каждому множеству то их пересечение тоже будет содержать весь этот отрезок вот поэтому если взять такие полуплоскости все их пересечь и посмотреть на что получится получится некоторая выпуклая фигура и с большой вероятностью она будет многоугольником если таких точек много но бывает фигуры предыдущей картинки до которые не является многоугольником просто из-за того что они не ограничены то есть если он получится ограниченная фигура то это будет многоугольник если она будет не ограничено это это будет просто какая-то ломаная с лучами скорее всего не будет два луча точнее не скорее всего точно вот такие есть примеры где общая диаграмма вороного используется она используется в разных раскрасках она используется в их задач для поиска ближайших соседей она используется ну на самом деле для раскрасках чаще всего для работы с картой может использоваться вот это вот интересная картинка мне кажется она пример того как диаграмма вороного может в физике в биологии точнее да вот есть если посмотреть на ядра клеток не знаю кожицы то часто клетки они очень похожи формой на те самые это многоугольники диаграмма вороного если клетки раскиданы более-менее не почему так кажется я не знаю действительно ли это так или нет скорее всего нет но что-то в этом есть еще интересный пример да берут карты берут города например и строят диаграмма вороного между ними чтобы посмотреть как можно было бы разделить всю карту на области влияния этих городов если считать что влияние на некоторую точку оказывается если некоторым городом тем городом который больше всего к ней вот тогда можно было бы взять исходные города вот например штаты есть пример так вот нашел в интернете что если взять диаграмму вороного всех главных таких основных городов то можно было бы штаты разбить чуть-чуть по-другому на другие множества они конечно бы не совпадали с существующим произведением на штаты вот но что-то в этом есть да с неограниченными областями конечно работать неудобно не хочется и что можно сделать можно добавить три сильно удаленные точки так чтобы воиты эти вот многоугольники точнее области вороного чтобы они стали ограниченными для внутренних точек если у нас есть например какие-то точек если например да то можно добавить три сильно сильно удаленных точек так что что будет что будет происходить вот для этих точек построены некоторые диаграммы вороного и вот обычно из нее несколько лучей исходит обычно их ровно столько сколько если вы построить выпуклую оболочку исходного множества то оказывается что то количество таких лучей то будет количество ребер этой самой выпуклой оболочки вот это будет следовать из того что диаграмма вороного является и если взять двойственный граф то получится как раз реангуляция деланы вот почему почему она так может быть ограничена здесь на самом деле такая картинка когда эти точки не очень сильно далеко отнесены от исходных вот если так в пределе подумать как бы если сжать их перемене в одну точку то будет видно что здесь будет угол примерно там 120 градусов можно сделать из этого следует что вот эта точка пересечения двух серединных периметикуляров до как бы некоторого последнего середина периметикуляра между вот этой областью и верхней точкой серединные приблира между этой точкой это то что они пересекаются в вполне обозримом вместе и том месте где они пересекаются как Как раз начинается тот кусок середины пербикуляра, та часть, которая между этими двумя точками. То есть середина пербикуляр к отрезку, соединяющему эти две новые точки. И получается у нас останется один луч здесь, один луч здесь, один луч здесь. Можно было бы, конечно, четыре точки взять, но трех достаточно. И тогда все внутренние точки окажутся внутри областей, которые ограничены. Еще некоторое маленькое замечание, что часто люди пишут алгоритмы. Вот как мы писали, когда делали диаграмму, когда писали выпуклые оболочки, мы предполагали, что никакие для плоскости, никакие три точки не лежат на одной прямой, а для пространства никакие четыре точки не лежат на одной окружности. Здесь для диаграммы Воронова важно другое. Здесь важно, чтобы никакие четыре точки не лежали на одной окружности. То есть для 3D нюансики 4 точки не лежали на одной плоскости, а здесь 4 точки на одной окружности. Почему это так? Чтобы было следующее, чтобы каждая вершина диаграммы Воронова являлась точкой пересечения только трех ребер диаграммы. Почему это будет так, если никакие 4 точки исходного множества не лежат на одной окружности? Вот пусть некоторая точка В является пересечением нескольких ребер, Е1, Е2 и так далее, ЕК. Тогда она будет равноудалена от некоторых. Почему? Каждая еита является отрезком диаграммы, а значит она равнаудалена от некоторых двух точек, например, от P1 и P2, следующая от P2 и P3, ну и так далее. И все они равноудалены, любая точка каждого такого отрезка, она равнаудалена от соответствующей пары. Вот рассмотрим эту точку пересечения, она тоже будет равнаудалена от P1, P2, от P2, от P3 и так далее. И не может быть такого, чтобы некоторая точка P4 находилась бы внутри окружности. То есть они все будут лежать на этой окружности, и мы бы тогда, если таких точек было бы больше, чем 3, тогда мы получили бы противоречие с тем предположением, которое нам хотелось бы иметь. То есть если у вас алгоритм строит диаграмму Воронова, не обходя эти граничные случаи, когда пересечением, может быть, точки на диаграмме могут быть пересечением более трех областей, то для того, чтобы запускать алгоритм, достаточно проверить, что никакие 4 точки не лежат на одной окружности. Конечно, это тоже, на самом деле, такая себе проверка неприятная. Проверять, конечно, не надо, но... Интересно, сейчас я подумал, что с другой стороны можно так... Нет, так сказать не надо, все равно... Да, в общем, плохое условие именно про окружности. Вот, важная теорема, теорема Долане, что есть... А, давайте сначала двойственный граф построим. Если у нас есть исходное множество, то построим для него диаграмму Воронова. И если есть некоторое ребро диаграммы Воронова, то оно будет принадлежать... То есть, если есть некоторое ребро диаграммы Воронова, значит, она является серединным перебутилляром некоторой пары точек. Вот давайте мы добавим отрезок в этот граф. Мы построим граф на исходном множестве точек. И будем добавлять отрезок, соединять ребром эти две точки тогда и только тогда, когда... Когда в диаграмме Воронова есть ребро, лежащее на серединном перебутилляре к этим двум точкам. Вот тут вот есть вот такое вот ребро. Значит, вот эти две точки соединим отрезком. Вот есть вот такое ребро. Значит, вот эти две точки соединим отрезком. есть вот такой луч, значит эти две точки соединим отрезком доказывается, что такой граф, который будет построен он будет являться треангуляцией и более того, он будет являться треангуляцией ДЛН и тут в процессе доказательства, там доказывается три факта доказывается, что вначале, что он является что он будет выпуклым, точнее, что все отрезки выпуклой оболочки будут принадлежать ему доказывается отдельно, что он является именно треангуляцией и отдельно еще доказывается, что они являются треангуляцией ДЛН каждый из этих фактов, в принципе, не очень сложный наверное, можно было бы здесь тоже примести, это скорее моя лень вовремя это не сделал вот, как можно строить диаграмму Варанова ее можно строить алгоритм Форчена, который будет сейчас в конце рассказан немножко и можно строить через то, что мы уже поняли, что если он связан с треангуляцией ДЛН то можно заранее построить треангуляцией ДЛН а потом для ее графа построить вот эти все отрезки все лучи, посмотреть и оставить ровно их там есть некоторое неудобство, что нужно то есть эти все прямые серединные перепускуляры мы их можем легко найти но из них нужно собрать диаграмму Варанова вот это вот неудобный момент, неприятно его нужно делать соответственно, чтобы построить треангуляцией ДЛН тоже нужно потратить некоторое время есть вариант, можем, как в прошлый раз обсуждали сделать проекцию на порвалоид выпуглую оболочку в 3D построить для этой проекции взять все грани, которые смотрят вниз для которых нормаль имеет Z-координату внешний нормаль имеет Z-координату отрицательную и вот такое множество такая выпуглая оболочка для 3D это будут те грани, которые будут для исходных точек являться треугольниками ДЛН то есть если вы умеете строить выпуглые оболочки в 3D то можно построить ее вернуть все обратно на триангуляции а по триангуляции построить двойственные диаграммы Варанова и все, получится это очень трудозатратно ну не то чтобы очень но это решаемо, это возможно у вас там есть задача на построение диаграммы Варанова в контесте вот можно использовать вот этот подход так, вернемся к доказательству утверждения о невклидовых минимальных основных деревьях если помните у нас было, значит, что нам хотелось хочется доказать что любое минимальное основное дерево содержит ребра только триангуляции и никакие другие здесь есть картинка для которой по которой можно это доказательство провести если помните там в доказательстве алгоритмов Прима и Грузкала опирались на следующий факт два если у нас есть некоторое разбиение множество исходных точек на два подмножества на С1 и С2 и то минимальное основное дерево содержит самое легкое ребро этого разбиения это очень просто потому что если у нас содержалось бы какое-то другое какое-то другое ребро то его можно было бы заменить на самое легкое как это сделать мы берем наше множество С1 и С2 берем самое легкое ребро если его нету в минимальном устое то мы значит смотрим на то ребро которое есть и смотрим на пути которые соединяют эти две точки на этом пути есть некоторое другое ребро оно по весу больше либо равно потому что С1 и С2 самое легкое и тогда можно одно заменить на другое при замене дерево останется деревом его вес не увеличится значит оно тоже является минимальным остовом значит на самом деле то ребро которое мы удалили имеет такой же вес значит оно тоже было легким но больше ничего доказывать не надо что нужно здесь доказать пусть у нас есть некоторый миностов и хочется доказать что произвольное ребро PQ принадлежит триангляции Деланэ возьмем это ребро это PQ и разобьем все множество точек на S1 и S2 следующим образом в этом дереве Q вот если убрать это ребро Q связано с некоторым множеством точек и P связано с некоторым множеством точек вот обозначим то множество точек с которым связано P S1 а то множество точек с которым связано Q множеством S2 вот и посмотрим на триангуляции Деланэ и двойственную ей диаграмму Враново значит мы предполагаем что PQ не является ребро триангуляции что из этого следует из этого следует что для многоугольника Вранова или для области Вранова которая содержит точку P есть вот множество точка M точка M если бы она принадлежала этому самому многоугольнику то это означает что M находилась бы настолько же близко к P как и Q и это означает что в этой области для P есть какой-то отрезок перипетикулярный QP содержащий M если бы точка M была бы на границе этой самой диаграммы но это не так потому что PQ не принадлежит двойственной ей триангуляции поэтому диаграмма Вранова содержит не содержит M в том числе на границе значит она пересекает этот угольник или неограниченная область Вранова значит она пересекает отрезок PQ в точке в некоторой U которая расстояние от U до P меньше чем от P до M то есть U находится между M и P что можно сделать тогда тогда эта точка U она лежит на некотором она является она лежит на границе значит она является на некотором отрезке который между точкой P и другой точкой исходного множества вот давайте посмотрим на вторую точку эта вторая точка она симметрична P относительно этого серединного периодикуляра вот так как U P меньше чем M P то если посмотреть то P' это означает что он лежит на хорде строго внутри потому что если здесь построить эти самые подобные треугольники то очевидно что если U между M и P то P' лежит строго внутри хорды вот а так как на этой окружности PQ это самое большое расстояние которое может быть на этой окружности то есть диаметр то надо здесь рассмотреть два разных случая P' из S1 или P' из S2 на самом деле это особо не важно но если P' из S1 это означает что так как QP' меньше чем диаметр он лежит строго внутри окружности поэтому вот это ребро QP' оно было бы легче чем ребро QP противоречие противоречие ну то есть что мы противоречие потому что мы нашли более легкое ребро разделяющее множество S1 и S2 строго более легкое значит P' не из S1 но аналогично если P' из S2 тогда P' P меньше чем диаметр меньше чем PQ а значит опять нашли ребро которое меньше чем PQ и значит в минимальном основном деле должно было быть именно оно а не PQ сейчас еще раз можете повторить как мы множество отделяем мы берем это вот купе и делим множество всех точек на два те которые связаны по этому самому фейковому дереву минимальному основу с Q это будет множество S2 и множество точек которые соединены с P по этому самому миностову с S1 это будет множество S1 все дерево значит предполагаем пусть у нас есть некоторое дерево минимальное основу которые содержат PQ не являющийся сервером треангуляции тогда мы посмотрим на все множество точек соединенных с Q по этому дереву и соединенных с P по этому дереву если бы убрать это дерево если из дерева убрать фактически мы доказываем противное да да давайте еще раз всю схему проговорю на всякий случай пусть у нас есть некоторое дерево минимальное основное пусть оно содержит некоторое ребро не являющееся ребром треангуляции давайте это ребро выкинем тогда все дерево распадется на 2 одно по дереву назовем S1 оно содержит точку P другое это дерево назовем S2 оно будет содержать точку Q тогда мы просто пользуясь тем что это не ребро от реангуляции находим некоторую точку P' и от этой точки P' до Q расстояние меньше чем PQ и до P расстояние меньше чем PQ значит кому бы оно не принадлежало либо S1 либо S2 нашлось бы более легкое ребро которое эти S1 и S2 соединяет напоминаю что у нас полный граф так вот все идем дальше интересный алгоритм Fortune который позволяет строить значит как у нас обстояло дело с веболочкой 3D она строится за n-log мы получаем триангуляцию за линию и потом преобразуем триангуляцию в диаграмму Воронова хороший вопрос я думаю что так как у нас изначально дана диаграмма Воронова то двойственный граф мы строим в ней за за извините у нас от n значит каждый ребро диаграмма тоже построим от n нужно будет просто а нет все все там нормально но это вопрос от того хотим ли мы упорядочивать в каждом хотим ли мы упорядочивать внутри каждой области диаграммы ребра если мы не хотим их упорядочить то они все они готовы и с ними ничего делать не надо можно ли взять готовое упорядочение не уверен ну в любом случае получится добавочек даже если сортировать не больше чем n log n все равно суммарное время работы n log n так а вот в алгоритме форчина используется scanline что там интересного мы берем исходное множество точек s сортируем его по оси o x и распросматриваем точки scanline начинают минус бесконечности появляется несколько новых точек и мы каждый раз поддерживаем геометрическое место точек всех просмотренных плюс самой scanline какое у нас геометрическое место точек разделяющая равноудаленных от точки и прямой это парабола поэтому если таких точек много а прямая одна то будет несколько парабол и несколько серединных периметикуляров и они очень красиво строятся в интернете есть очень популярная такая картинка давайте покажу как это все работает вот наш scanline идет он переходит от точки к точке к следующей и синенькие это уже зафиксированные серединные периметикуляры а параболы вот они всегда возникают между точкой и прямой видно что каждая парабола она вот она равна ее ее как бы середина центр параболы точнее не середина неправильно сказать центр параболы не центр а крайняя точка поясева x она равнодалена от точки для которой от некоторой исходной точки и самой прямой она находится на середине этого отрезка и что происходит с параболами они они в какой-то момент появляются а потом исчезают как выглядит их исчезновение их исчезновение выглядит так что вот было две параболы одна и вторая и они и третья было три параболы и они раз две параболы сомкнули третью это как раз то самое место давайте в этом месте проследим нет здесь не будет видно секундочку просто новая парабола появилась очень хороший рисунок вот это вот как раз нет тоже не очень хорошо видно вот если бы этой точке не появилось то было бы видно как одна из парабол вот эта вот она сомкнулась потому что ее зажали две другие а ну вот здесь видно здесь вот она и вторая тут будут события двух видов первое событие понятное что у нас появилась новая точка и новая парабола и будут события когда эти параболы пропадают вот они пропадают когда зажимаются между двумя другими параболами поэтому у нас все параболы все такие точки они будут упорядочены по иксу ой по иксу вот и каждый раз когда добавляется новая точка она естественно в это упорядочивание легко встраивается поэтому мы храним сет всех парабол и следим за появлением новых точек и за пересечением текущих серединок перпендикуляров за пересечением парабол когда две соседние параболы и три параболы можно сказать когда они зажмут эту третью то она исчезнет вот в это время в этот момент как раз построится та точка которая ожидается для этих двух серединок перпендикуляров два серединок перпендикуляра закроются мы получим два новых отрезка или луча ну ну и все больше тут особо ничего нету тут есть на самом деле интересный момент я когда реализовал заметил что важно следить что у каждой параболы есть две части и если посмотреть на две параболы сейчас там вот но это простая ситуация когда у нас одна точка x2 и вот есть точка x1 новая и x3 и вот они тут появились в какой-то момент появилась первая синяя линия у нас первый серединный перпендикуляр и вот в тот момент когда появился x1 в тот момент когда появился x1 вот эта точка она была на серединный перпендикуляр и вот ее кусочек построен уже там можно двигаться так смотреть так для этих точек x2 и x3 тоже эти две параболы вот одна вот вторая серединный перпендикуляр вот тоже начинает оформляться конечно же не надо следить надо просто понимать что эти серединные перпендикуляры есть что это две соседние параболы что обязательно между ними что-то наклевывается и нужно отследить тот момент когда они пересекутся вот вот для такой картинки все просто потому что эта точка x2 она первая появилась а x1 x3 позже но на самом деле дело обстоит немножко не так и поэтому об этом не очень хорошо написано но в процессе реализации это становится понятным на самом деле серединный перпендикуляр растет не в одну сторону а он растет сразу в две когда парабола вот эта парабола движется здесь она наглядно видно что этот серединный перпендикуляр движется к этой следующей точке даже если бы это x1 не возникло то двигая сканлайн сюда мы бы всегда находили точку которая была бы равна длина от x2 от x3 и от прямой но на самом деле есть еще одна такая точка равноудаленная от x1 от x2 от x3 и от прямой она будет отдельно картинку сделать вот эта равноудаленная точка она на самом деле параболы пересекаются не в одной точке а в двух есть вторая точка если посмотреть на эти параболы вот они где-то здесь пересекаются второй раз и эта точка она будет равноудалена также от x3 и от прямой и от x2 и от прямой то есть она будет равноудалена тоже от x2 и от x3 значит она будет лежать тоже на серединном перпендикуляре к x2 и x3 поэтому когда рассматриваются две параболы соседние на самом деле в них когда они вот так вот растут в тот момент когда появилась x3 вот x1 появилась да вот видно сразу что здесь маленький отрезок серединного перпендикуляра появился и этот маленький отрезок серединного перпендикуляра он растет в обе стороны в ту естественную которая кажется в сторону x1 и назад одновременно с этим вот и поэтому надо следить о пересечении серединных перпендикуляров и в той области сзади тоже так ну вот значит храним параболу порядочные в сете добавляем удаляем каждый раз при обновлении событий общее время получается нлог так вроде бы все вопросы есть сейчас получается у нас параболы могут быть только ну в направлении параллельном оси ox обратно не понял ну вот то есть вот мы идем с конвайном и получаем параболы только которые ветвями в направлении противоположном оси ox да ветви да ветви смотрят назад всегда да потому что тогда все нормально будет да потому что здесь у нас всегда прямая и всегда точки одна прямая и они как бы на ветвями всегда назад смотрят я сейчас подумал а что вот когда у нас эта точка эти середины и предмедикуляры пересекутся вот нужно сейчас я пытаюсь вспомнить как-то считать они пересекутся именно между соседними вот это парабола между той которая над ней я сейчас пытаюсь вспомнить как как считать то есть нам нужно же на самом деле допустим появится следующая точка вот в этом месте да я специально нарисую сейчас видно где мышка находится у нее середины перебритикуляр к этому отрезку x1 x0 да какому-то сверху он будет идти сюда и пересечется с серединным перебритикулярным x1 x2 но пересечение будет в прошлом точнее не то что в прошлом его точка пересечения его x-координат она будет сзади она будет гораздо левее типа точка существенно левее появившись с точкой x1 x2 x3 и так далее вот но в этом нет ничего плохого потому что это самое пересечение оно произойдет в тот момент когда прямая это прямая сканлайн наша отойдет еще вперед дальше вот и там может появиться разные ситуации там могут появиться какие-то новые точки которые могут попрепятствовать тому чтобы это пересечение произошло потому что может появиться новая парабола которая станет между ними и тогда нужно эти события на эти события уже нужно их будет в каком-то смысле удалить не забить на них вот значит еще раз важная важная штука что когда у нас добавляется новая парабола мы следим мы смотрим на середины перипендикуляр с параболой ниже на середины перипендикуляр с параболой выше ну точнее с точкой которая находится выше рассчитываем и для новых двух отрезков для новых двух середин перипендикуляр смотрим их будущее пересечение тот момент когда они пересекутся да в общем-то и все просто смотрим рассчитываем в тот момент когда они пересекутся больше ничего нету важно понимать что нужно нужно для каждого серединного перипендикуляра посмотреть как вверх так и вниз потому что он растет в обе стороны там мне кто-то писал я еще не успел посмотреть были ли какие-то проблемы с доступом к видеозаписям и к презентациям да почему-то записи говорят нет прав для просмотра ага хорошо сейчас я посмотрю ко всем да если такое есть я тогда их выложу куда-нибудь другое место перекопирую просто в сентябре все было нормально может какую-то настройку поменяли и все сломалось да я тоже видел что были просмотры там можно смотреть сколько человек смотрело окей спасибо да я посмотрю понимательнее и тогда спрошу того человека который спрашивал появился ли доступ или нет спасибо